Здравствуйте, моё имя Ангелина, и сейчас я хотела бы представить вам программу научных экспериментов от Музея Занимательных Наук «Фокус». Программа носит имя «Воздух» и, как ни странно, связана она с воздушными шарами. А вам уже удавалось проводить опыты с ними? Вне зависимости от этого, я надеюсь, что каждый почерпнет что-то новое и интересное из сегодняшней научной программы. Ну что ж, время начнет. Но, прежде всего, мне надо узнать, не боитесь ли вы звуковопущихся шаров? Сейчас мы это с вами проверим. Неприятно, правда? К сожалению, он будет сопровождать нас на протяжении всей программы. Время для самого интереса. Итак, мы только что увидели, что одна маленькая иголочка с легкостью разрывает воздушный шар. Что же будет, если мы будем воздействовать на воздушный шар с помощью огромного количества гвоздей? Здесь у нас находится стул с гвоздями. Давайте перенесем на него камеру. Здесь их около 1068. Так вот, как вы думаете, сможем ли мы лопнуть этот шар, надавив на него? Смотрите, я давлю на шар, и даже вы его обвозили, но ничего не происходит. С чем это связано? Если бы я давила одним гвоздем в одну точку, шар очень быстро разорвался. Но так как я воздействую на поверхность шара, то такого эффекта не происходит. Это то же самое, как с нами. Вот вы, когда идете по снегу, вы проваливаетесь в него, а если вы встаете на лыжи, то можете спокойно по нему перемещаться. Чем больше поверхность, тем меньше давление на ее конкретную точку. Оно равномерно распределяется, за счет чего шарик не лопает. И я даже могу на него светить. Что ж, теперь давайте перейдем к еще одному интересному эксперименту. И посвящен он будет также способам уничтожения воздушных шаров. А именно, под действием высоких температур. Здесь у меня есть две свечи. И зажига, с помощью которых я сейчас буду зажигать. И два абсолютно идентичных воздушных шара. Давайте посмотрим, что же с ними сейчас произойдет. Так, сначала разберемся с первым шаром. Поджигаем. Огонь загорелся. Подносим шар к пламени. Он лопнул. Хорошо. Посмотрим, что произойдет со вторым шаром. Огонь даже есть. Так, он лопнул, но уже намного медленнее. Почему это произошло? Вы видите, что здесь, во втором шарике, была вода. Вода обладает теплоемкостью. То есть, способностью удерживать себе тепло. За счет этого, вода немного замедлила разрыв шарика. Потому что тепло сконцентрировалось в ней. И опять же, распределилось по внутренней поверхности шара. За счет этого, он лопнул вне срака. Как вы видите, в обоих случаях, ударная волна от взрыва с легкостью затушила пламя. Ну что же, не будем продолжать издеваться над нашими шарами. Смотрим, где мы их можем использовать. Вот, вы когда-нибудь слышали о шашлыке из воздушных шаров? Звучит не очень эпихитно, но давайте посмотрим, каково это на самом деле. Может быть, вам понравится. Мы берем шпицу и хорошенько обрабатываем его маслом. Для того, чтобы шары с легкостью скользили по поверхности. Так, мы хорошо обработали ее маслом. И теперь берем нашу джеб. Смотрите, сейчас я собираюсь полностью пронзить этот шарик с помощью спицы и посмотреть, что же с ним произойдет. Вообще, так как спица похожа на увеличенную зубочистку, я думаю, что произойдет почти то же самое, что в начале нашей программы. Так ли это на самом деле? Теперь, смотрите, спица прошла и пока что не лопнула шарик. Получится ли проснуть его насквозь? Смотрите, можем даже приблизить, наверное. Видите, шарик даже не сдувается и с легкостью держится на спице. Почему это происходит? Поверхность у воздушных шаров неравномерна. То есть, какие-то ее участки более плотные, какие-то более тонкие. Более плотные участки, как вы можете догадаться, это уплотнение наверху и внизу шара у его хвостика. Если резина имеет потенциал растяжения, то мы с легкостью можем ее проткнуть, безболезненно для шара. Если же нет, то шарик лопнет, как это было в самом начале программы. Смотрите, получился вот такой вот шашлык из шаров. По-моему, выглядит довольно аппетитно. Ну что же. А теперь давайте немножечко отложим различения шарами и подумаем о том, о чем они могут нам рассказать. Например, как мы можем изучать физику, играя с виздушными шарами. У вас есть какие-нибудь предположения? У меня есть. Например, что вы знаете о свете? Я, например, знаю, что свет — это определенные волны, которые имеют причем разную длину в зависимости от того, какой именно свет. И что свет, он по-разному впитывается теми или иными цветами. Например, матовые цвета поверхности, они хорошо впитывают цвет, а глянцевые поверхности хорошо его отражают. Давайте проверим, от чего еще зависит то, насколько ярко мы видим те или иные цвета. Сейчас мы сняли два шарика. Черный и вот такой вот необычный шар. На самом деле, этот воздушный шар — секрет. В нем это белый шар, в котором находится еще один черный. Сейчас я попытаюсь уничтожить черный шар, который находится внутри, никак не задев верхний. Для этого я буду использовать лазер. Это очень сильный лазер, поэтому с такими вещами надо быть аккуратнее. Сейчас я буду воздействовать лазером на воздушный шар и посмотрю, каков будет результат. Надо подождать, пока поверхность прогреется. Смотрите, воздушный шарик внутри лопнул, а сверху остался таким же. То есть получается свет, он с легкостью прошел сквозь поверхность белого воздушного шара. Темная поверхность, она обладает низкой отражательной способностью. И поэтому весь свет концентрируется на ней. И за счет этого происходит нагревание поверхности. Мы видели, как воздействуют высокие температуры на шар. Здесь произошло то же самое. Из-за того, что поверхность шара нагревается, частицы внутри шара, молекулы воздуха, начинают двигаться быстрее. Когда они двигаются быстрее, они сталкиваются и разлетаются на более далекие расстояния. Следовательно, воздух расширяется. Из-за того, что воздух внутри шара начинает расширяться, а стенки шарика остаются в таком же положении, они просто разрывают их изнутри. Это мы увидели здесь. Так как белые шарики обладают хорошей отражательной способностью, то они пропускают сквозь себя свет, а его излишки просто отражают. Вот я, например, здесь даже могу видеть свое отражение. Но есть ли способ уничтожить вот такой вот шар? Сейчас я попрошу своих ассистентов принести мне перманентный черный маркет для того, чтобы разобраться с этим воздушным шаром. А то как-то несправедливо получается, что он один тут остается. А мы пока... А, благодарю, мне уже принесли перманентный маркет. Сейчас мы посмотрим, можно ли искусственно создать какую-то черную точку, которая могла бы удерживать тепло, когда при этом вся остальная поверхность остается белой, и это самое тепло хорошо отражает. Смотрите. Я нарисовала жирную черную точку, и сейчас я буду воздействовать лазером именно на нее. Посмотрим, что произойдет. Шарик взрывается. По тому же принципу, о котором я вам сказала рано. Хорошо. Давайте еще немного поговорим о высоких температурах. На самом деле, они могут не только уничтожать шарики, но и помогать им поддерживаться в воздухе. Например, вот вы знаете, как работают воздушные шары? Получается, сам попол, он постоянно выгревается, туда поступает горячий воздух, который, как мы уже посмотрели, намного расширеннее, чем холодный. Из-за этого попол шара постоянно поддерживается в натянутом состоянии и с легкостью перемещается. Так вот. Сейчас мы посмотрим с вами, сможем ли мы запихать вот в эту тоненькую, с таким не особо большим горлышком бутылку, воздушный шарик, который превышает это горлышко, безболезненно для него и для бутылки. Так. Для этого нам понадобится воздушный шарик. Сейчас я его надую. Этого даже много будет. Так. Додумаю в самый раз. Сейчас мы его завяжем. Смотрите, на столе у меня лежит фен. Именно с помощью него мы будем нагревать наш воздух внутри бутылки. Как это будет происходить? У меня получилось завязать воздушный шарик. Смотрите, сейчас он не прорезает бутылку. Верно? И не представляется возможным что-либо с ним сделать. Но что будет? Если я нагрею воздух... Так, подержу, хорошенько. Дома этого должна хватить. Так, и теперь помещаю шарик сюда. Смотрите, он проскальзывает внутрь. Медленно опускается. И пробирается сквозь банк. Давайте я его немного помогу. Смотрите, теперь я с легкостью могу его запихать в банк. А достать у меня уже его не получается. Заметьте, что больше шарик не выскальзывает наружу. А просто застревает здесь. Из-за чего это происходит? Я уже вам рассказала о расширении горячего воздуха. Это расширение, как ни странно, влияет и на стенки сосуда. Они слегка расширяются. Когда я убираю источник нагревания, то воздух сам по себе начинает охлаждаться. И получается, что молекулы, которые были на таком расстоянии, начинают сжимать, соединяться друг с другом. Когда они проделывают вот такие движения, они захватывают с собой и воздушный шар, который утягивается внутрь. Поздравляю! Теперь у нас с вами есть не только шашлык из воздушных шаров, но и воздушное варенье. Что же, а мы переходим к следующему эксперименту. И следующий эксперимент также посвящен пользе воздушных шаров. А именно, вы когда-нибудь слышали о силе трения? Существует закон, который называется Ньютоновским законом. Первым Ньютоновским законом. Который говорит о том, что тело может бесконечно долго двигаться, если на него не воздействуют никакие силы. Но почему же тогда, запуская этот диск, он не катится бесконечно долго, а останавливается? Это происходит из-за силы трения. Нам кажется, что поверхность тела, она довольно гладкая. Но на самом деле, если мы будем рассматривать ее под микроскопом, то увидим здесь огромное количество шершавости и неровностей. То же касается и диска. Между этими неровностями возникает сила трения, которая и останавливает диск. Но что будет, если мы используем не простой диск, а диск с воздушной подушкой? Так, для этого я открою клапан, который у меня здесь находится, и надую воздушный шар. А теперь попрошу своего ассистента с другой стороны этот воздушный шар с диском поймать и отправить в них. Так, смотрите. Здесь находится клапан, который я сейчас открою. Я открываю клапан и запускаю его. Смотрите. Когда из него начал выходить воздух, благодарю за помощь, когда из клапана начал выходить воздух, он приподнял немножечко наш диск над поверхностью стола. За счет этого сила трения многократно уменьшилась и позволила намного дальше проехать нашему диску. Давайте посмотрим, что же еще могут предложить нам воздушные шары. Смотрите. У меня есть вот такое вот устройство. Машинка, которая работает с помощью воздушных шариков. Я надула воздушный шар и теперь установлю его вот в такую конструкцию. Я прикрепляю его к машинке и задолблю его в сталь. Так, сейчас. Смотрите. Получается, когда воздух, опять же, выходит из шара, он отталкивается от воздуха, который находится вокруг машинки и толкает ее вперед. Это пример реактивного движения, на котором работают, например, космические корабли. В космических кораблях, которые летают в вакуумном пространстве, существует такая система, которая выпускает газы, которые сталкиваются и отталкиваются друг от друга, создают двигающие силы. То же самое используется, например, водными существами, такими, как каракатица, осьминоги и другие головоногие моллюски. Так вот. Получается, что с помощью воздушного шарика мы только что с вами разобрались с реактивным движением и посмотрели на то, как частицы воздуха, отталкиваясь друг от друга, создают двигательную силу. А теперь предлагаю вам немного отвлечься от сложных экспериментов и устроить музыкальный концерт. Сейчас я закручу этот воздушный шар, а вам необходимо понять, что там находится. По-моему, там летает какой-то африканский кома. Или муха. Мы поймали здесь шмеля и посадили его внутрь воздушного шара. На самом деле это не так. Внутри воздушного шара находится простая гайка. Вы видите, как я примагнитила ее. Смотрите. Вот вам и доказательства. А почему шарик только что лопнул? Из-за силы магнетизма. Это маленький магнитик, а это металлическая гайка. Они притягиваются друг к другу. И их сила притяжения настолько сильная, что разрывает латекс воздушного шара. Что же, а теперь началось самое интересное. Вам, возможно, не видно, но все это время под потолком у меня висел воздушный шарик с гелем. Для чего же он может мне пригодиться? Ну, шарик с гелем может пригодиться для множества различных интересностей. Например, если вдруг я захочу совершить кругосветное путешествие, ретая на воздушных шарах. Что же, мне кажется, что это довольно интересная идея. Почему бы мне ее не осуществить? Но для этого мне надо подсчитать, сколько шариков с гелем мне понадобится. Итак, получается, мне надо определить подъемную силу одного такого шарика. Для этого я использую такие вот закрепки. Смотрите, предположим, что одна такая закрепочка весит 1 грамм. И сейчас я ее насыпляю на воздушный шар. Он с легкостью поднимается под потолок. Хорошо, значит, 1 грамм он выдерживает. Насыпляем вторую. Получается, что сейчас мы просим воздушный шарик поднять 2 грамма. Получится у него это? Так, у него это получается. Но под сам потолок он уже не уходит. Хорошо. Смотрите, он уже поднимается значительно меньше, а значит предположим, что подъемная сила одного шарика с гелия равна примерно 2 грамма. Но возможно немного больше, в зависимости от того, насколько сильно они будут надуты. Хорошо. Если мы возьмем, что у нас подъемная сила одного шарика с гелия равна 2 грамма, сколько же мне понадобится таких шаров для того, чтобы поднять 50-килограммового человека. Почитали? Хорошо. Я вам немного помогу в этих сложных математических расчетах. 25 тысяч таких шаров. Смотрите, в одном килограмме 1000 грамм получается 50-килограммовый человек весит 50 тысяч грамм. Если подъемная сила одного гелевого шарика примерно 2 грамма, то мы просто 50 тысяч делим на 2 и получаем 25 тысяч. Вот вам и секрет успеха. Что же, я надеюсь, что каждый из вас в ходе этой программы почерпнул для себя много нового и интересного и сам займется опытами в домашних условиях. С вами была Ангелина из музея занимательных наук Фокус. Спасибо.